Впервые в истории Непала российские школьники, а конкретно из Якутии, приняли участие в 6-й Азиатско-Тихоокеанской конференции молодых ученых и завоевали две золотые медали. Мы представляем вам одного из них. Это Роман Богданов, ученик 11-го класса информационно-технологического лицея города Нейрингри и его руководитель, ректор Малой Академии Наук Василий Климович Павлов. Доброе утро, уважаемые гости. Что за конференция такая? Как наши школьники из Якутии туда попали? Да, это очень известная конференция, престижная. Шестой раз проводится, называется Азиатско-Тихоокеанская конференция молодых ученых. Организована она по типу международной конференции молодых ученых, создана очень известным человеком Сурией Яханнесом из Индонезии, который как раз является основателем Азиатской физической олимпиады. И также оно проводится под эгидой Всемирного союза физики, прикладной и теоретической. Там только школьники принимают участие? Принимают только школьники, их отбирали сперва в письменном туре, это очень большой отбор проходил по всему миру. Наши ребята приняли участие, впервые двух наших школьников, работы двух наших школьников приняли как раз для финального этапа. Ну как так получилось, что наши ребята смогли туда пробиться? Ну во-первых, у них работы очень сильные, как раз вот Роман, он года третьим своим проектом занимался, Андрей Петров занимался года два. Они очень активно все это прорабатывали, очень сильно, значит, многие исследования сделали, и все это на английском языке у них. Настолько хорошо было написано, что сразу они прошли абсолютно без всяких препонов. Здорово. Ну Роман, ну расскажи, нам не терпится узнать, что за проект, над которым ты работал три года. Ну мой проект называется текстолитовая Wi-Fi антенна, фрактальная Wi-Fi антенна на основе текстолитовой пластине. Если вкратце говорить, то мы используем различные фрактальные структуры и различные материалы для создания различных Wi-Fi антенн, тестируем их и проводим тесты, и как бы создаем антенны, которые лучше по качеству, чем заводские аналоги. Так, ну и когда вот собираешься сотворить проект в жизнь? Или уже есть какие-то успехи? Есть, да, конечно. Здорово. И где? Ну насколько эффективнее они работают, кстати? На 40%. На 40%? Чем заводские, да. Ну, мы уже сделали около более 10 экземпляров, которые используются в магазинах электроники в нашем городе. В городе Якутске тоже? Нет, в городе Неррикс. Пока только в Нерриковой, да? И которые мы используем в нашей школе для улучшения Wi-Fi сигнала. Здесь речь больше все-таки идет именно о площади покрытия, да? Да, больше о площади. Или о качестве сигнала? О площади больше. О площади именно, да? Здорово. Расскажи, что у тебя вот, что за такой? Это традиционный непальский, как накидка. Ага. Ну, честь почетным гостям это дается, да, и людям, которые совершили какие-то удивительные подвиги, как называется, да, так сказать. Ну и медаль у него золотая, естественно, да, так сказать, из Непала сделана. Да. И, ну, естественно, хотел бы очень сильно поблагодарить учителей, которые его воспитали, да, так сказать. Демина, Михайловичук, которые у нас в Неринге работают, такие энтузиасты, они могут там днем и ночью, как говорит, сидеть со своими учениками, помогать им. Ну и особенно, значит, поездку нашу организовала Малая Академия Наук, а финансирование, значит, мы получили очень благодаря такой хорошей помощи централизованного нашего знаменитого фонда будущих поколений. Алексей Климович, ну все-таки ненаучный вопрос, откуда в нашей республике берутся такие талантливые дети, их же много на самом деле. Да, да, да. Что было примечательно, да, так сказать, ну, вчера, например, пресс-конференции у министра было образование, и как раз заметили, что это было на столетие Великой Революции Октябрьской, да. Да, это как раз и было началом, да, того великого пути, который прошла наша республика, когда именно основатели республики дали такой толчок науке образования. И вот сейчас мы видим конкретный результат столетней работы, скажем так. Да, это очень кропотливая, упорная работа. Не просто это сделано, да, вся система образования республики Саха, она нацелена на то, чтобы создать именно таких уникальных детей. И вот мы как раз и являемся пионерами в этой области. Здорово. Ну, интересно узнать, кто составил экспертную комиссию. Экспертная комиссия очень сильная была, и знаменитые ученые приняли участие. Вот как раз президент физической олимпиады азиатской, профессор Квет, который считается одним из таких светил, также Рамли Бен Мустафа, это очень известный ректор университета из Малайзии, и так называемые эксперты физики, которые профессора, там, Рамси и прочие, вот это известные Юго-Восточной Азии люди. И также были у нас представители из Европы, профессора из Европы, Мозер и прочие. То есть это такая очень представительная была профессорская команда, которая и дала ему награду. Что ж, Василий Климович Романов, мы благодарим вас за то, что пришли к нам этим утром. Несомненно, Роман, тебе успехов, расширения. Создавай такие проекты, чтобы прям с ней он говорит, да Якутска действовали, сети покрывали. Спасибо еще раз.